Моя коллекция карточек Наруто, которые я покупал в нулевые, когда смотрел это аниме в детстве. Тут, конечно, написано 2016, но я не знаю, что это значит. Точно не год, потому что это было не позднее 2008-2009. Большинство карточек здесь с фанатскими артами. Например, вот такого кадра в аниме не было. До свадьбы Наруто уж точно. Самое интересное, что тут есть. Вот тут, видите, другой стиль рисовки. Вот, пожалуйста, это кукла Сакуры. В свою очередь у Сакуры кукла Наруто и Садки только не порваны. Вот это вот было, по-моему, аниме. Да, вот это тоже. Вот тут другой стиль. Это, короче, очевидно, что это кадр, где у Обито проснулся Шаринган, но здесь вместо него нарисовали Саски. Я, кстати, в детстве думал, что это всё реальные кадры из аниме, потому что у меня не было интернета. Я смотрел по палёным пиратским дискам это аниме и понятия не имел вообще, что там происходит толком. Так, только персонажей знал общий сюжет. Вот этот, например, меч у него появился только в Шипудене. Здесь он у него уже тут, в таком возрасте. Вот какаши, кстати, прикольная карточка. Как можно видеть, карточки уже в довольно потрёпанном состоянии. Я надеюсь, что когда-нибудь они станут таким антиквариатом, что я их смогу продать за миллионы денег, но пока что буду ждать. Так, вы ошиблись, господа. Это не ваша туса. Так, вот, самое главное. Это обучение джутсу. Техники, как руками делать. Я всё это умел, умел, знал наизусть. Умел сказать о печати бык, собака, птица, обезьяна. Это, я правда не знаю, что именно за джутсу. Возможно, никакое. Конечно, написано, что я это использовал, например, Кабута, но я не знаю, что это именно за техника. Вполне вероятно, что они просто вымышленные, потому что делали эти карточки тогда просто на пофиг. Ну вот, да, и Джирайя. И покажу, что на обратной стороне этих карточек всякие шпаргалки, формулы по-русскому, по математике. Сразу понятна целевая аудитория этих карточек. Сразу очевидно, для кого они делались, для каких возрастов и так далее. Ещё одна была причина таскать их в школу лишний раз. А зато вот здесь, на обратной стороне, информация про различные, ну вот, то, чего они касаются. Конечно, сделаны они тоже некачественно, настолько, что я в своём детстве даже исправлял здесь некоторые ошибки и опечатки. Но, в целом, довольно информативно и, в принципе, правильно, на удивление. Так что, в принципе, это такая маленькая ручная википедия. Нарутопедия, точнее, у меня была. Вот тут, например, ещё и анкета есть. Вот, например, тут и все, день рождения, возраст, рост, вес, даже группу крови написали. И так вот про всех. Про Хинату. Я, кстати, удивился, что они все там такие мелкие. Хотя я понимаю, дети, конечно, но меньше полутора метров это было даже для меня неожиданно. Ну, впрочем, они же азиаты, что тут взять-то? Ну, кстати, карточки у меня почти все были по основным персонажам первого сезона. Анкеты, я имею в виду. Вот. Чоджи весил почти 70 килограмм в 13 лет при росте 156. Интересный факт. Ну, вот, да, астма высокая, но это было видно. Ещё раз. Да, у меня многие карточки повторяются. Гара 148 сантиметров был, чтобы вы понимали. Мари, Сакура. Наруто 147, ещё меньше. 147 с половиной сантиметров был Наруто в первом сезоне. Ну, хотя бы какаши почти с меня ростом. И то радует. И ещё раз. В общем, не буду, наверное, показывать все. Скажу, что вот тут можно было бы ещё, конечно, обхват груди 106 написать, но всё-таки это детские карточки, поэтому, я думаю, не стали. Да, вот тут вот про первого Хакаги, инфа. Здесь про Цунады, соответственно, про Рачумару, вот и так далее, вот про всех, про всех. Интересный факт в том, что я ещё не досмотрев аниме, прочитал свои старые карточки, поностальгировать, чтобы... И наткнулся на кучу спойлеров по сюжету. В общем, это Гара, тематика. Вот фанатский арт, это из аниме, я думаю. Вот эта моя любимая карточка была с Гарой, поэтому она такая заюзанная, по ней видно, я вот её очень много держал в руках и рассматривал. Суффикс К, просто чтобы вам было интересно. Тут вот тоже везде. Как вы понимаете, что Наруто помогал мне ещё и образовываться, он мне помогал учиться Хаку, да. Причём, когда я первый раз в детстве смотрел Наруто, я даже пропустил эту арку, я не знал, кто это. Как бы, чтобы вы понимали, это только первая стопка, первая из трёх офигенный арт с роком Ли, очевидно, во время экзамена против Гары. Очень круто. Ну, это не очень круто, но тоже имеет место быть. Вот это чисто, просто, сразу показатель того, с кого срисовывали рок-а-ли. Рок-ли в стиле Брюса Ли. Что может быть круче? Вот это тоже одна из лучших. А вот карточка тоже офигенная. Типа новогодняя. Я, кстати, во время просмотра удивлялся, почему в настоящем времени в аниме ни разу не показывали зиму. Только в филерах или флэшбеках. Вот это офигенные карточки. Типа, как бы они выглядели в жизни. Сейчас в ТикТоке много такого контента. У меня он был уже 12 лет назад. Пожалуйста, прекрасно. Ещё раз Гара. Очень уж он мне нравился, он, судя по всему. И Тачи. Тогда ещё не было известно, что он положительный персонаж. Все были уверены, что он злодей. Но, тем не менее, уже крутой. Вот это лучшая карточка моя с Итачи. Это просто можно на рабочий стол ставить или на заставку телефона смело. Ещё и Тачи. Да, у меня тут, видимо, я расфасовывал их по персонажам. Молодой. Изанбу. Смотрите, какой няшечка. Просто. Это карта мира. Тут тоже вот скрыто деревни листа. Каноха. Пожалуйста. Вот дословно. Отшельничество. Вот я же не знаю, где вы прочитаете ещё вот это. Что этот знак на их воротах означает отшельничество, между прочим. Вот ещё одна такая. Девятихвостый лист. Лис офигенный. Ну, как не девятихвостый, четырьмя, конечно. Но рисунок офигенный. И вот. Типа разрезает. Могут 3D. Это как будто 3D. Представляете? Вот. Это была только одна стопка карточек из трёх. Итак, я начинаю вторую стопку карточек. Вот из этой коробки, которая уже вся изорвалась, конечно, за 12-та лет. И они, во-первых, меньше, чем прошлые по размеру. И, во-вторых, они очень странные. Я сразу предупрежу. Во-первых, скорее всего, я так понимаю, здесь представлены какие-то ранние концепт-арты по Наруто, которые не вошли даже, скорее всего, в саму манку. Потому что посмотрите, как здесь выглядит сам Наруто. Что у него за вот эти вот татуировки на руках? Или что это узоры? По-моему, в аниме их не было. Что это за странный чайник или утюг? Я не знаю, что это у него на спине. Что означают все эти цифры? Вот этот номер 13. Или вот здесь цифры. Внизу. 8-4-2-7-4-2-4-8. Я понятия не имею. 2016. Тут везде написано. И вот тут тоже. Это, как я уже сказал, не год. Потому что год этот, скорее всего, 2008-й. Где-то плюс-минус. Так что я сразу скажу, что я понятия не имею, что это за карточки, что они все значат. Вот это, например. Вот сразу же. Кто это? Кто-то из Акадски. Я сначала думал, что это финальная форма Кисамы. Но это ведь не она. Это даже не акула. Это какой-то каменный голем, здоровяк. Я не знаю. Его не было. И стороны камней, судя по его повязке. Но его просто не было. Там, возможно, это персонаж, который раньше был, но от него отказались. Я не знаю. Ну, вот это Дейдар очка. Ну, вот он выглядит, как обычно. Хотя бы что-то знакомое. Наруто. Почему-то в теплой одежде. Наверное, из какого-то из первого фильма, может, полнометражного. Хидан. Очень тощий. Какой-то фан-арт. В аниме он выглядел не так. Я, когда покупал эти карточки, понятия не имел, кто он еще. Хотя серии тогда уже с ним были первые. Наруто с этим самурайским мечом, как какой-то салфеткой во рту. Тоже непонятно, что. Рокли, вот как обычно, более-менее похож на себя. Аж Камару почему-то во льду. Темари без своего веера. Где-то потеряла его. Вот это обычный Наруто, да. Вот это кто? Буду сразу переходить к странным карточкам. Вот кто это такой? Очевидно, в глазах Бекуган. Какая-то трубка во рту. По-моему, я видел концепт-арты, и это была первая версия Наруто. Я, конечно, могу ошибиться, поправьте меня, если я не прав. Но, по-моему, это черновая версия того, как должен был выглядеть Наруто изначально. И если это так, то это делает факт, делает мои карточки еще более раритетными, чем они есть. Потому что тут не только персонажи изображены, но еще и концепт-арты того, как они должны были выглядеть изначально. Какаши, обычный. Минато. Обожаю. Тентен. И Какаши времен он был. Саски с проклятой печатью. Это хотя бы из аниме, что-то понятное и знакомое. Но тут опять Наруто с самурайским мечом, которого он ни разу не держал за все аниме. Вот откуда это берется? Понятия не имею. Снова Минато. Вот это кто? Вот объясните мне, пожалуйста, кто это? Может быть, это какой-то персонаж филлера? Может быть, это еще кто-то о ком? Я не знаю. Извините, не настолько глубокий фанат Наруто. Но кто это? Очевидно, из Канохи, судя по повязке. Но это типа Саски? Прическа, как у Саски. Но Шатен. Я не понимаю. Тут много такого. Очень много вот такого контента. изображений, которые непонятно, куда взялись здесь. Ну вот опять Тамари без своего веера. Это не каноничная. Какаши с НБУ. Сасори. Сасори. Вот, пожалуйста. Был Хидан уже. Дайдара. Сасори. Вот тут Гара, когда он стал Казакаге. Довольно красивый. И вот это вот. Вот почему опять? У него закрыто лицо, как у Какаши. Бинтами. Такого тоже не было. Какая-то одежда. Хоть и оранжевый комбинезон, но он выглядит не так, как в самом аниме. И не так, как в манге, по-моему. Так что я все же склоняюсь все больше к тому, что это какие-то ранние доработки. Я не знаю. Какие-то черновые варианты. Вот Ирука. Единственная карточка с ним. Вот. Это Наруто из первой серии. В самой первой серии, когда он свиток этот украл. Вот. Прямо оттуда кадр взят. Это хорошая карточка. И последняя из этой стопки Какаши. На обратной стороне здесь, кстати, у всех одинаковое изображение. Никаких уже шпаргалок. Это, по-моему, судя по их состоянию, более новые относительно тех карточек. Более поздние. Возможно, год где-то 2009. Примерно. Уже не восьмой. И сохранились они получше, потому что лежали вот в коробке. А вот коробка-то сама потрепалась, конечно. Ну вот, в принципе, все. Еще две стопки из трех обозрены. Вот. Осталось вот это. Уже видно, что там кто-то вот незнакомый мне вот даже здесь. Так. Она сразу начинается с какого-то неизвестного персонажа. Не знаю. Может быть, это Сакура. Какой-то ее образ до начала работы какой-то черновой. Возможно, она могла бы так выглядеть. Наруто с Ирукой. Все-таки у меня есть еще карточка с Ирукой. Довольно каноничная, к слову. Наруто с Сакурой. И еще раз Минато символично мнет листву. И на фоне, походу, это вроде хвосты девятихвостого. Наруто на картах. Обито. Гара. И опять какой-то неизвестный перс. Не знаю, может быть, это какая-то версия выросшего Наруто. Но что-то он тут какой-то слишком мощный. В принципе, он не похож ни на себя, ни на кого бы то ни было еще. Все. Опять Гара. Что-то его как-то жмыхнуло. Сакура. Сакура. Наруто тоже какой-то ранний. Без повязки, без ничего. С каким-то кольцом на безымянном пальце. Скорее всего, тоже какой-то концепт-арт. Сакура. И одна из моих любимых карточек, по крайней мере, в этой колоде. Это момент не убийства, но нападения Какаши на Какузу. Это прям очень круто выглядит. Такая темная, темный арт. Можно тоже как-нибудь на составку ставить. Просто Наруто. И альтернативный Гара со снежинками и зеленой татухой. В принципе, весь зеленый. Ну, хорошо, что выбрали все-таки красный цвет. Итачи классический. Хинато классическая. Итачи в какой-то матрице. Красивый Итачи. Просто Итачи. Просто мелкий Гара. Злой Гара с демоном. Ну, превращением в демона на фоне. Наруто тоже с красными глазками. Четыре уродца. Так я их называю. Так, а это, по-моему, Минато. Хотя я не знаю, состоял ли он в НБУ. Но тут, очевидно, он в НБУ. Возможно, я что-то упустил. Может, он действительно там служил. Не исключено. В детстве я думал, что это одна из вариаций Наруто. Вот еще очень классный арт. Итачи и Саски. Я напомню, что в то время еще не было известно тайны Итачи. И все думали, что он злодей. Так что это очень крутая получилась карточка. Наруто опять с каким-то иероглифом на ладони. Мелкий Джирайя. Синий Наруто. Мощный Итач. Мелкий Гаара. Тоже какой-то арт с Гарой. Довольно прикольный. Гарри не спится. Последний Гара. И последняя карточка из всех. Саски. Вот такой вот красивый отступник. Вот я и показал вам свои сокровища. Пишите, как вам. Не зря хранил все эти 12 лет.